Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Матфея 5 глава 27-28 стих Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Толкование. Исход 20-й глава 13 стих Иное дело прелюбодействия, иное блуд. Прелюбодеяние есть грех с замужнию, а блуд со свободную. Кто останавливается, сматривается и зрением воспламеняет похоть, потом снова смотрит с большим желанием удовлетворения похоти, тот уже совершил грех в сердце своем. Правда, он не исполнил его делом. Что до того? Он не мог. А если бы мог, то тотчас сделал бы грех самым делом. Впрочем, знай, что если мы когда-либо восчувствовали похоть, но встретили препятствие к удовлетворению ее делом, то это явный знак, что нас сохранила благодать. Так и женщины, украшающиеся для того, чтобы понравиться кому-нибудь, грешат, хотя бы и не понравились. Ибо они уже сделали напиток, который остался без действия только потому, что его никто не выпил. Толкование закончилось. Маленько, чтобы лучше слышал, маленько подвернись. Вот кажется, в этом грехе больше всего погибает. Святым было показано, что когда душа уходит из тела, потом она идет к Господу, называемое мытарство. Это блуд, язык, пьянство. Их 20 мытарств. Но на одном мытарстве блуда, вот это прелюбодеяние, погибает больше, как говорят святые отцы, чем на всех вместе 19 остальных мытарствах. Здесь именно останавливается, желает, а не просто шел, глянул, мысль отобразилась и прочее. Здесь вот хорошо, что святые отцы это показывают. Поэтому, когда говорят, что последний мир сгорит в огне, как первый был потоплен в воде. Ну а почему огонь? Да потому что каждый день его привлекает этот огонь. Вот сейчас разбили всю довезе пропаганду гомосексуализма. И называют секс-меньшинство. То есть извращенцев этих, садомитов еще маловато, меньшинство. Но будет их большинство. Есть книга «Мертвое озеро» у Некрасова. И там про одного заводчика табака, немца, говорится. Он говорит, сейчас пальцем показывать на того, кто курит. Но придет время, будут показывать пальцем на того, кто не курит, так мало их будет. Уже непонятно, что это извращение. Из паспортов убирает папа-мама, а первый мама или второй, как-то называют, первое лицо в семье. Умышленные гей-парады устраивает. Это равнозначно тому, что если бы сейчас активно пропагандировали, как поджигать каждый дом, каждую квартиру. И прямо даром бы давали, и награду давали за то, кто возьмет в руки зажигательное вещество, бутылку, то, что нельзя потушить никак. Даже намного страшнее напалму или зажигательная смесь, какая в войну была, бросали бутылки. И чтобы эти люди ходили и все поджигали и поджигали. Все вместе. Вот это означает пропаганда гомосексуалистов. Это возжигает огонь Божий, потому что казни были разные, земля проваливалась. Это за сектантство, отделение церкви. Живьем в Аддафан, Аверон и Корее. Были наказания такие на врагов, что камни падали с неба, но было наказание такое, что полностью все до одного жителя, дома, скотина, местность, все выгорело, Содом и Гаморра, и ушло на дно моря. Все это нечестивое сборище. А сегодня это всюду везде пропагандируют, они какую-то честь имеют. С этим боролся с гомосексуалистами, намертво боролся Сталин. Была статья такая, это все убрали. С этим активно боролся Гитлер, как Рэма уничтожил, показывает, как он презрительно к ним относился. А сегодня перевернуто все. Спрашивается, а зачем они это делают? Не просто посмотрел на женщину с вожделением, а пропаганда насилия, валеология, пропаганда разврата неслыханного. Как в Нидерландах бесплатно, говорят, в школах везде раздают презервативы. Но это даже придумать нельзя. Как это правители делают? Да, они этим похваляются. А почему? Да можно не говорить почему. Сконцентрировали все на том, чтобы мир был сожжен огнем. И как во времена перед нами ели, пили, женились. Тут не женятся. Господь сказал, Господи, твои слова превзошли. А когда всюду будут насаждаться жизнь садомитов, садомский грех. Но лот-то вышел. Никто не выйдет. Это только христиане смогут спастись. Посмотрите, как борются с этим мусульмане. Вот если мы говорим мусульмане, то другое. Берем только один момент. Всем гомосексуалистам поставлена будет точка окончательное решение вопроса садомитов в один день. А кто же это насаждает сегодня? Ну, ты посмотри по названию, но они скрыты, их не видать. Вот это одежда. Всю Россию переодели женщины в мужскую одежду. Это пропаганда садомского греха, смешение полов. Мужчины бреются. Блудодейная ересь, Портопопа Вакум говорил. Это нам кажется, что ну ладно, мы христиане не видим. А христиан-то сколько? Разное название. Посмотрите, все католики и папа скоблятся и скоблятся. Каждый день. Он не понимает. Это все ступени к садомскому греху. Мужчина похож на женщину. Они специально делают груди, нашлепки на задницу себе, чтобы, ну, прищать. Вот и все. Так что на это указание надо смотреть намного шире. Мы буквально в океане блуда, разврата. И они походствуют. И поэтому оправданы слова Господня, что первый мир был потоплен водой. Почему водой? Это другой вопрос. А почему огнем? Это понятно. Пропаганда, насилие, весь мир сделать Содомом и Гоморрой. И молчать об этом нельзя. Прямо говорить. Когда материал выстоял об Родобрите, и все, что об этом в Священном Писании говорит, ой, как поднялись там верующие. Да мне какое дело до вас? Поднялись, не поднялись. Бог придет и подскажет. Бог будет судить нас по Святой Библии. Евангелие от Иоанна 12, 48. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. В последний день. Сегодня оно многих не судит. А тогда оно наяву встанет, Господь явится, сгорит земля, и все дела на ней сгорит. Это знали все апостолы. Об этом говорят другие религии. А это сегодня усиленно насаждается. Ну а может это он препятствует? Ну попробуй. Посмотри. Если сегодня открыто говорить, что это мужеложники, проклятые Богом, это можно схлопотать срок в Швеции и других странах. Вот они в Таиланде были, когда цунами началось. Даже патриарх Алексей Второй выступил и сказал, эта точка поставлена в нашествие развратников. Едут с малолетними. С двух лет насилуют маленьких детей. Ну а если бы было сейчас Феодосий Старший Великий, он бы сумел это сделать? Да очень даже просто. Издали закон, всех предупредили. Это в один день все сделать. В один день все силы бросить. С завтрашнего дня он начал подводить точку. Ну а если он делает? Ну один раз, может быть, сделает. Его берут, доказательства точно, отрезают половой член, железным каленым тавром ставят на лоб развратник и в шахты. И больше он никогда Света Божьего не увидит. Оказывается, это было, это в законах было написано. Вот и все. Считаем дальше. Матфея 5 глава 29-30 стих. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Толкование блаженного Феофилакта. Слыша о глазе и руке, не подумай, что здесь говорится именно о сих членах. В всем случае он не присовокупил бы правый глаз и правая рука. Здесь говорится о людях, которых любим и бережем, как правый глаз и правую руку, но которые препятствуют нам делать дела Божии. Так, например, юноша, если имеет распутных друзей и терпит от них душевный вред, должен оставить, бросить их. Сим, может быть, спасешь и их, если придут чувства. А если не спасешь их, то, по крайней мере, спасешь себя. Но если будешь продолжать к ним любовь, то погибнешь. И ты, и они. Все тело. Толкование закончилось. Все толкования мы должны рассматривать с позиции Библии. Главная мысль о чем здесь говорится? Что о прелюбодеянии. О измене. О измене, да. Ограничений-то никаких нет. У христиан тогда законы выставили такие, что если... Вот женились, бывает несчастный случай. Раньше мотоциклы были высокие. Заднее сидение на еже. Посадил невесту первый день. А дальше натянутая проволока он не видел. Разогнался, ей голову срезало бритвой сразу же. Вот и все. Он даже ночи с ней не был. Так он женатый. Да, он женатый, он венщенный. Теперь второй брак. Ну, теперь что? Познакомился, жениться. Церковное правило. Церковь увенчает ее. Но священник не имеет права быть у него дома на торжестве. И оба отлучаются сразу на два года от причастия. Но несчастье возможно и вторично. Да, третий разрешается брак. Но уже отлучен он будет на пять лет. А четвертого брака нет. Его вообще нету. Это называется скотство. Так он молодой, ему 18 лет. Вопрос тебе ясен? Нет его, не существует его. В церкви нет четвертого брака. А если это Иван Грозов? Ну, тому можно шесть раз официально венчаться. Тираном нет. Да это все недействительно. А у мусульман сделали так, нарушения нет, чтобы одновременно меньше, то есть больше четырех не было. И вот показывает какой-то там, женится двухсотый раз. Как нашел нового, ему надо от одной избавиться, у него сосуд вмещает только четыре. И он ни разу не нарушил Коран. Да так, вообще можно сделать аборты сейчас сделают абортницы, 18-20 тысяч каждый день. Приходят в церковь, причащаются, смотрят колдунов, Кашпировского, Чемака. Вся страна утонула в этом, и священники лечились. Никакого греха нету, это экстрансессорика, там даже гипнозом не называют, а что-то другие имена придумывают. Не надо подмену слов делать. Все это колдовство, а это разврат. И ничего другого в этом нет, как только погибель, гибель вечная. Так и надо говорить, а не так, что мы законы примем, и грех будем считать нормой поведения. Даже четыре жены. Такая норма поведения. Даже в Советском Союзе вторая жена, это было подсудное дело. А как определить вторая? Введение общего хозяйства. Да что это за определитель такой? В городе вообще хозяйства нет. Если дом даже 10 больше этажей, и там ни одного нет, и все жены его. Разводиться сколько хочешь, разводятся все официально до президента. А кто это с ним вторая? Прелюбодейка. При живой жене выйдет замуж, прелюбодейка, он прелюбодей. И что, прелюбодей будет президентом, президентом, царем? Да, будет. И все официально разрешено это. То есть норма поведения такая, что кажется, даже верность бывает у волков, и у прочих зверей, которые у человека сегодня очень далека. Нормы никакой нет. Там Бог заложил в природу. Есть такие животные, верность их до смерти, как вот везде пишут, а лебедь с лебедушкой. И поэтому прочитал один раз Евангелие, поставь себе преграду. А что? Да лучше не родиться человеку, чем погибнуть. Лучше не жениться. Лучше. Слово Божие так говорит. Дальше. 31 стих. Сказано так же, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Толкование. Второзаконие 24, 2 стих. Моисей повелел, чтобы возненавидевший жену свою, развелся с нею, дабы не случилось чего-нибудь худшего, потому что возненавиденная могла быть и убита. Но такой обязан дать разведенной разводную, которая у них называлась отпускную, так, чтобы отпущенная уже не возвращалась к нему, и не произошло смуты, когда он стал жить уже с другой. Видите, как, тут определенно и четко говорится. Другая не может быть при живой жене. Все, вопрос, точка поставлена. А если бы сегодня включили такие правила, какие были при Истиняне, все бы покорились. Ну, а были такие нарушали. У мусульман тоже бывает, падает жена при любодеянии. Но это обнаружено, она казнена и больше нет. У нас в 8 классе уже трудно найти девственницу. Это никакой не секрет. Я спрашивал у мусульмана, а у вас сохранение девственности какой процент? Ну, какой, 100 процентов. Ну, а если она, скажите, что, ну, я убью, зарежу сразу и все. Родной брат ее должен уничтожить. Даже муж, если умер, а жена, ну, мать теперь стала, ну, принимать какого-то, кого полюбила или понравился, спрашивает ему 16 лет, зарежу. Мать родную, зарежу. Вопросов даже никаких нет. Это в святость ему ставится. У христиан-то никаких рычагов давления, покорности закону нет. Изменяет она жена. У нас ничего нельзя с ней сделать. Наказывать нельзя. Ударил, посадит. Оттаскала за волосишки-то, как лохудру. Ничего тебе нельзя делать с ней. Ничего. Она решила развестись. Хотя бы 7 детей было. У нас такой случай. Всех детей натравила против отца. Кресты поснимали. Посты долой. Совершенно неверующие. Безобразничают. Власть одобряет. Он не имеет права даже сказать грубого слова. Только имеет право кормить. Кормить и отдавать все, что зарабатывает. Вот и все. Развратная власть. Развратные законы. Развратные люди. И поэтому должно это быть, что Господь придет и земля и небо загорятся. Ну так и к этому все и подгоняется. Такая власть делается. Закрыто. Масонство. Все это. И в конце концов сядет Антихрист. Рожден от седьмого колена блуда. Так говорят святые отцы. Далее. Матфея 5 глава 32 стих. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины, прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенное, тот прелюбодействует. Толкование. Господь не нарушает Моисеева закона, но исправляет его и запрещает мужу ненавидеть свою жену без вины. Если он оставит ее по уважительной причине за прелюбодеяние, не подлежит осуждению. А если не за прелюбодеяние, то подлежит суду, потому что тем заставляет ее прелюбодействовать. Но и тот становится прелюбодеем, кто возьмет ее. Потому что если бы никто не взял ее, она, быть может, возвратилась бы к прежнему мужу и покорилась бы ему. А христианину должно быть миротворцем и для чужих, тем более для своей жены, которую Бог совокупил с ним. Толкование закончилось. Весь закон Божий открытый людям. И вот прямо по Евангелию, чтобы ссылались авторитетно, священники этому не учили. Народ этого не знал. И так же разврат был. Ну не так же, в смысле. То есть он был как-то патриархальный образ жизни. Старались обязательно, чтобы до брака сохранили девственность. Об этом много пишет Лев Толстой. Хотя воевал он против церкви, но добрые качества эти были. Сам о себе он говорит. В этом женском вопросе я был неутомимый. И как-то он разговаривает с каким-то парнем идет, молодой парень. Он говорит, меня рекрутирует. И я, говорит, решил спросить, ты не обидься, скажи, а ты женщину познал? Он говорит, нет. Я стар стал и слаб на глаза, говорит. Я сразу проследился и сказал, какой же ты молодец. Вот читаем Тихий Дон. И там старик Гришак, говорит он, на войне никогда не прикасайся к женщине. То есть не развратишься, иначе тебя обязательно убьет. Вот как учили. Это понимал страх Божий. Нам мать это говорила, ничего не зная, Евангелия не было. Она говорила, да брака этого нельзя. Родители благословят, иконы, там тогда священства не было. И это, если я избранник, мне это Бог вложил в страх. И меня Бог сохранил от женщин. Я их не знал. Почему? Страх Божий был. Страх. С чего не знали, там грешили, гвоздали, говорили, по уши грехи. Вот знали нельзя этого. Вот и отец был у нас почти неверующий. Но всегда говорил, хочешь пить, пей. Курить хочешь, кури. Но не воруй, в карты не играй. Узнаю башку отшибы. Он был без руки, с войны потрепан. И мы знали, это не угроза, это реально. Боялись. А сегодня в семьях этого ничего нет. Отец сдует, если ты виноват где-то. Мать, и никто не знал, чтобы кто-то вмешивался в семейное воспитание. Старший брат ничего не знал, для него греха не существовало. А я знал, что я избранный Божий. А потом узнал это. И поэтому меня Бог останавливал. Когда уже было 18 лет, и уже много знал, и думаю, вот оказался бы на необитаемом острове. Но оказалось, какая-нибудь туземка там, нигде никого нет, священника нет. Стал бы жить с ней? Нет. Не знаю, но думаю, твердое решение? Нет. Ушел бы на другой конец острова. Где-то в другом месте. Нельзя, это грех. Я умру в самом грехе. Такое бывает. Я навеки пойду в ад. Никогда не пойду на этот грех. Вот. А представлялись возможности реальные. Один на один. Ночью приезжала там ко мне молодая учительница в армии был. Но Господь не позволил. Он сохранил меня по краю. По лезвию буквально пройти. Лишь бороду сдуло слегка. Я пишу в одном стихотворении. Господь. И поэтому я благодарен ему. Потому что мне 74 года. Вот говорят. Как вы это помните? Главный источник заражения мозгов это блуд, разврат, нечистоплотная жизнь. Он прогрызает мозги. Вот это забывчивость, склероз и прочее. Если ты в этом незапятном, память сохраняется дольше. Я почти не замечаю оскудения памяти. Все вспоминаю, что Библия, цитирую, святых отцов, стихотворения. Все время себя на этом проверяю. Конечно, ослабеет все тело. Все спрашивать восьмой десяток лет идет. Но я благодарен маме. Она заложила меня, что этого нельзя. Это нельзя. И поэтому в детском лагере у нас строгие правила. Мальчик, девочка не имеет права друг друга пальцем затронуть. Нигде, никак, никаких там разбойников хватает, где-то заранее предупреждаются. Я накажу за это. Я его сразу отчислю из лагеря. И поэтому наш лагерь детский, уже 41 год, отличается тем, о чем говорим. Дальше. Матфея, 5 глава, 33 стих. Еще слышали вы, что сказано древним. Не приступай к клятвой, но исполняй перед Господом клятву твоей. Толкование. Когда клянешься, верно исполни то, в чем клянешься. Господу. Ибо если нарушишь клятву, будешь осужден. Толкование закончилось. Ну вот против клятвы боролись все святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов. Особенно много у Иоанна Златоуста. Я переписывался с одним священником. Он за то, что можно клясться. Такой Лев Лебедев был. Из Курска, кажется он. Хороший батюшка. Его богословом даже называли. Но здесь он стоял на этой позиции. Я ему, вот видите, вы не можете оправдаться, что вот и говорить, и клятву давать нельзя. Я ему почти всю страницу выписал. Какой том, какая страница Златоуста. И он сразу замолкал. Ему нельзя говорить. Он должен сказать, что я против Иоанна Златоуста. На это он не решился. Так это не он один. Златоуст говорит, в храм не разрешай приходить, кто клянется. Если, да будет у вас да-да. Или нет-нет. Да, это значит да, твердо. Нет, значит нет. Никаких колебаний не может быть. Я это знаю. И поэтому, как клятвы побуждают военные, клятвы, присяги побуждают всех, кого рукополагают в православии. Дорогие, я не знаю, как. Это все беззаконие. Как говорит Лев Толстой, говорит, и клянется. Говорит правду, только правду. И руку кладет на Евангелие, в котором написано не клясться. Вот он это понимал. Почему-то Лев Николаевич понимал, а патриархи не понимали. Митрополиты не понимали, священники не понимали. А зачем клясться, связать этим. Вот поклялись на верность дому Романовых навсегда за потомков. И поэтому нарушение клятвы сегодня эти патриоты называют себя царебожники. Да как я за них, вокруг не отвечаю. Да, каяться приходится за все. Но я никогда не клянусь. Что ни одной клятвы. А как в армии был? Я не знал этого ничего. Я уверовал в 23 года, уже из армии вернувшись. Впервые в руках у меня оказался Евангелие. Я даже этого слова не знал. Библия. Я не знал, что это от Бога. И поэтому сказал да, то сначала обдумай. Да, если ошибся, пусть будет нарушено слово тогда. Лучше бы клятву Иерат нарушил, что отрубит голову. А если бы она попросила твою голову, говорит Златоус, ты бы отдал ее? Поэтому с клятвой борьба должна быть такая, как у Иоанна Златоуса. Нигде и никак. В монашество рукополага это постригают. Точно так же, везде, по другим именем, присяга, клятва. Клятвой связаны были немцы, клятвой русские, коммунисты. И теперь намертво хрестались друг с другом. А пришло время, и оба этих строя, правда, фашизм осужден, а коммунизм не осужден. У нас еще какие-то замыслы у масонов на коммунизм. Хотя коммунизм страшнее фашизма в тысячи раз. Это просто к слову сказать. И везде все под присягу. У нас как присяги приравниваются да. Я христианин. Да, я видел. Так, свидетельство на суде от неверующих, я знаю, странно, не принимается. Ему верить нельзя. А что это правильно? Да, справедливо. Да как же он видел? Не принимается. То есть, можно взять, проверить, но он легко изменяет этому. И клятвы нарушает, и это бесполезно. И говорит только правду в суде. Лгут сплошь. Лжесвидетельство. Это тогда было лжесвидетельство. А лжесвидетель должен быть наказан. Лжесвидетель не спасется. Лжесвидетель погибнет. Притча Соломона недостаточна для нас. Поэтому с присягой, со всем мы должны активно бороться, препятствовать этому и не делать этого. Матфея 5, глава 34 по 37 стих. Лжесвидетельство. То и клялись с ними предметами. Но Господь воспрещает им это. Впрочем, не потому, что небо прекрасно и огромно, а земля полезна. А потому, что, чтобы не подать повода им к идолопоклонству. Так как эти предметы у клянущихся ими легко могли быть признаны за божество, как это прежде и было. Один Бог клянется самим собою, потому, что не зависит ни от кого. А мы как можем клясться своей головой, когда не имеем власти? Мы не свои. Если же думаешь, что голова есть твоя собственность, то перемени, если можешь, хоть один волос. Дабы ты не сказал, как же мне поверят. Он говорит, поверят, если всегда станешь говорить правду. И никогда не будешь божиться, потому, что никто так не теряет доверие, как тот, кто часто божится. Божба, кроме да и нет, есть дело излишнее и происходит от дьявола. Но ты спросишь, неужели закон Моисея был худ, когда повелевал клясться? Знай, что в то время божба не составляла худого дела. Но божиться после Христа есть дело уже худое. Подобно, как обрезываться и вообще и удействовать. Сосать грудь младенцу прилично, а мужу непристойно. Мы более не под законом, но под благодатью. Комментарии Игнатия Лапкина. Ваши. Да. Царская Россия именовалась православным государством, но, несмотря на это, принуждала всех своих подданных и православных, и неправославных, клятвей при поступлении на военную и гражданскую службу. Так как присяга была не просто торжественным обещанием, но в ней присутствовали слова «клянусь, клянусь, клянусь». В связи с этим православные богословы вынуждены были оправдывать такие противоевангельские поступки. Говоря, что запрещается только клятва ложная. Такие объяснения мы можем увидеть у протеарея Григория Дьяченко, у архиепископа Аверкия Таушева и у других. Однако, вот что говорят об этом святые отцы. Клятва вообще запрещается, тем более достойно осуждения клятва, данная в злом деле. Святой Василий Великий. Весьма плохо и давать клятву, и требовать ее, в обоих случаях оскорбляешь правду. Как избежать клятвы? Приобретем такие нравы, которые бы внушали доверие. Избегай всякой клятвы, но чем еже уверить других? Словом и жизнью, удостоверяющим в слове. Сделай, чтобы посредникам твоим были твои добрые нравы. Святой Григорий Богослов. Соглашайся лучше понести ущеб, чем дать клятву. Ефрем Сирин. Поистине, если клясться дело дьявольское, то какому наказанию подвергнет нас преступление клятв? Тяжек этот грех, клятва, потому что не кажется чашким. Потому я и боюсь его, что никто не боится его, потому что это болезнь и неизлечима, что она не считается болезнью. Бог угрожает разрушить дома клянущихся, чтобы этим наказанием сделать других более благоразумными. Принуждающий клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвергается наказанию. Равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. Если кто не желает прекратить клятвы, то я запрещаю такому человеку приступать к порог церковный. Клятва поистине есть сеть сатанинская. Освободимся от этой сети, убоимся заповеди Господа, приучим себя к лучшему, чтобы, простираясь вперед и исполнив эту и прочие заповеди, сподобиться благ обещанных любящим Его. Клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме пренебрежения к имени Божию. Умоляю вас, помните об усекновении главе Иоанна. Она как бы говорит, ненавидьте моего убийцу клятву, святой Иоанн Златоуст. Дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву, подвергается наказанию. «Поэтому избегай клясться и несправедливо» и «справедливо» Нил Синайский «Не клясться» значит и не требовать клятвы, ибо если не хочешь сам клятвы, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам. Вопрошающий или стоит в истине, или напротив того лжет. Если человек обычно стоять в истине, то без сомнения он и до клятвы говорит истину, а если он лжец, то лжет и поклявшись. Исидор Пелесиот «Тем более недопустима никакая клятва или присяга безбожному светскому государству». Комментарий закончился. Добавляйте еще здесь. Нужно возненавидеть клятву и бояться как огня. У меня хорошие друзья есть, близкие. Ну, прям близкие. Бывает человек говорит «Ей Богу!» Категорически прекратить. Это тоже клятва. Никак. Я сказал. А какие доказательства? Ну, доказательства куда дать можно? Свидетель тот, кто видел. А слово «видите». Если не видел, не знаешь, не знаю. Нужно, чтобы никогда не лгать. Ложь свою. Люди прикрывают клятвы. Поверь мне, он лжет, а поверь мне. У меня рассказ припоминается такой. Барыня любила своего управляющего в имени, а хозяин недолюбливал его. Ну, когда говорит правду, а другой неправда. Это понятно. Как-то разговорились. Она говорит «Да все лгут!» Что тут говорит-то? Она говорит «Как все лгут?» Вот у него управляющие. Что, твое любимец-то? Ну, при чем тут любимец-то? Он не лжет никогда. Не лжет, сегодня он сожжет. Он заранее разработал такой план уже. Вот он. Говорит, сегодня на охоту едем. Ну, на охоту, значит, собаки у него специально гонщие, лошади вывели. Он садится на коня и говорит «Скажи барыня, что я уехал на охоту, через неделю вернусь только. Мы поедем на дальнюю стоянку, там где-то в лесу и прочее-то». Как только он скрылся, он на крысе стоял управляющий, он сразу дал команду «Расседл эти кони, никуда не поедем!» Довольный зашел и смеется «Ну что, не лжет твой управляющий?» Она говорит «Нет, не лжет». «Так он тебе сказал, что я уехал?» «Нет, не сказал». «Не сказал? На конюшню драть его!» «Подожди, а за что его драть-то?» «Я ему сказал сказать, а он не сказал». «Но он сказал мне, но сказал так, когда я уходил барыня, то барин сказал мне, что он уезжает на неделю на охоту, и левая нога его была в стремени. А правая еще не занесена в седло. А вот так и было. Повернулся барин и пошел. Вот как! То есть он и сказал, и не обманул. Левая нога-то была в стремени, я больше ничего не видел, я это передал, что видел. А если не уверен, зачем ты это говоришь? Весь мир плывет во лжи, и никакие клятвы не помогают. Клянутся и вероломно нападают. Но Гитлер не напал бы. Сталин через две недели, как Виктор Суворов говорит, напал бы. Об этом рассуждении все потонуло во лжи. Ну а как-то можно? Можно умереть за эту, за правду. Правда, единственная правда, и ничего, кроме правды. Далее. Матфея 5 глава с 38 по 39 стих. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Толкование. Исход 21 глава, 24 стих. 24 глава. Закон и снисхождения допустил право равного возмездия, дабы не обижали друг друга, и дабы обидевший боялся подвергнуться тому же, чему подвергся обиженный. Злым называть здесь дьявола, действующего посредством человека, показываясь им, что бьющий распаляется дьяволом. Итак, уже ли дьявол не должен противиться? Должно. Только не обратными ударами, а терпением. Ибо огонь гащится не огнем, а водою. Впрочем, не думая, что здесь говорится только об ударе в щеку. Нет, но и о всякой другой обиде. Толкование закончилось. Просто и понятно. Вот мы проехали в прошлом году до Владивостока, до Находки, а мы живем в Барнауле, Алтайский край. То есть представление о том, что делается на этом пространстве, у меня не понаслышке. До Москвы мы, и при том как, во все районные центры. По порядку Алтайский край, до одного центра мы прошли. Другие, даже более мелкие селения, Новосибирское, Кемеровское, Красноярский край, Иркутск там захватили. И все. И не только это, но мы прошли дальше. Нынче захватили дальнее государство. И мы увидели наяву везде, как нарушается закон Божий. Все везде захватили мусульмане, там, Дальний Восток, китайцы. Везде работают мусульмане с кавказской внешностью, красивые ребята. И все спрашивают, что же делать? А евреи, евреи обобрали страну, там, все эти березовские, всех перечисляют где-то, бери паски. Ну и что? Как что? Вы что, не патриот? Я не опровергаю никого. Вы знаете, я знаю другое. И бороться надо. Надо бороться. На оружие только одно – любовь. А вы что предлагаете? Бей жидов, спасай Россию? Это уже проходили, это русская наработка. А ты найди, чем мы обязаны евреям? Мы обязаны тем, что имеем Слово Божие. Что от них происходит Христос. Закон Божий получили от них. Ты наоборот заступись. За тех, которые, не они, которые сегодняшние, но их предки сохранили для нас Слово Божие. Мы иначе Библию в руках, Евангелие не держали бы. Божья Матерь, кто она? Еврейка. По-славянски – жидовка. А Христос, кто жид, самый настоящий, да еще и неполнокровный. В его расцвета были язычницы, моавитяне, и кого только не было. Суть-то в том, что он спаситель мой, и я должен быть им благодарен. Бороться им нужно, необходимо, и право мы имеем любовью. Я всегда говорю, вот у меня крестник еврей. Он еврей, при том чисто породный еврей. Родители в Израиле. Пришлось с ним беседовать. Он принял Христа в сердце, стал православным батюшкой. Но надо бороться. Надо, ну вот и весь ответ. Так же и с мусульманами. Покажи ему любовь. Вот убили Даниила Сысоева. Я говорю, за последние тысячи лет в России никто так не любил мусульман, так искренне, до самопожертвования, как этот Даниил. Его канонизировать не надо, он просто святой. Святой. Зачем? Канонизирует кого не уверенно. А он святой. Он любил их и отдал за них жизнь. Мусульмане, может, с этим не согласны. Но с чем не согласны? Он для вас что делал? Свидетельствовал, какой Христос, кто он такой. Его преимущества перед другими героями, перед другими богами, так назовем где-то, основателями разных религий, независимо от того, кто это. И он пострадал, хотя мы не знаем от кого. У меня уверенности нет, что убили его мусульмане. Ислам. Может быть, это просто органы власти, видя, что смута зарождается, дали указания. Стрелки-то уж больно хорошие. Поэтому бороться надо. Я вот в тюрьме 17 лет здесь сотрудничал. И бывает, там сидят и чеченцы, и ингуши. Кто-то так и не попадается где-то. А мы носили чистую бумагу, там все, что можно было. Мы в первую очередь старались помочь им. Потому что другая обстановка, чтобы он не впал в отчаяние. Вот и все. Дальше. 40 стих. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Толкование. Отдай ему верхнюю одежду, когда поведет тебя в суд. И станет делать тревогу. А не тогда, когда просто будет просить ее у тебя. Толкование закончилось. Ну, а тут вот, например, а подойдет там 6-летний ребенок, а себя будет просить. Ну, что он будет у меня просить? Деньги-то не дам, дальше поясню. А он вот просит на это. Ну, надо же в конкретном, реальном случае. Подошел парень молодой. У меня вот отец есть нечего, надо хлеба купить. Я говорю, ты не на выпивку? Нет, на выпивку. Ну, я ему дал деньги. Он не оборачивается, идет здоровый, крепкий. Я недавно освободился, я за ним следом в магазин. Он прям сходу направляется к винному, посмотрел, что там надо ему. Он не видит, а я следом, говорится, шаг в шаг. Он подходит, деньги в кассу, а я руку сразу раз, деньги у него, деньги в карман. Таня не понимает, и он обернулся назад. Я говорю, вы неправду сказали? И пошел. Он как стоял, так и остолбинил здесь. Все он обманывает. То есть я проверил очень легко. А накормить надо? Накорми, враг голоден. Накорми, напой. Деньги давать ему не надо, он куда попало их тратит. А говорит, вот отстал, поехать ему некуда. Он уже пятый, может, год сидит около церкви и уехать не может. Они около церкви зарабатывают намного больше, чем простой хороший работник. У меня вот минимальная пенсия, 5300 рублей. На сегодняшний день это все у нас получается 9 октября 2013 года. Мне этого хватает. Как хватает? Да так хватает. Я всю жизнь платил 9-10, 90 со 100. А сейчас у меня все 100 уходят. Кто-то что-то где-то принесет, никого не просишь, не отобьешься при том. Подсунут, картошка своя, все у нас есть. Молочники приезжают в деревню. Молоко не берешь, он где-то выйдет, стоит, он уже уехал. Где-то в сенях или где-то подсунет. Так Господь делает. Давид говорит, я состарился и не видел праведника просящим хлеба. Я не праведник, но Бог так сделал. Прихожу с занятий, я много лет вел занятия в разных университетах. Зима, стоит какая-то большая коробка. Что за коробка? Осторожно, раскрыл ее. У меня маленький монитор был, огромный монитор такой стоит, новый. По сегодняшний день никто не знает. Ну, старый у меня компьютер и все. Приходит близкий, знакомый человек, брат. Вот, и говорит, закрой глаза. Ну, я закрыл глаза. Он вот время ставит, открываю новый компьютер. Я и деньги, и жене уже узнал, сыну сунул. Вернули в тот же день мне деньги. Вот и все. Богу стоит только довериться. Даже с голоду умрешь, не умер. Скажу, что как я питаюсь, редко кто так питается. Я мясное в рот не беру. Алкоголя ни одного грамма у меня не было 30-40 лет. Никакого, ни пива, ничего. И мне этого хватает. И это знают. И никому не разрешаю приносить без моего разрешения. А одному человеку разрешаю. И все. Никаких, ничего мне это не надо. А Бог так настраивает организм. Каждый день тертая морковка, все свежие, яблоки. То есть, жить надо в природе. Рано вставать. В комнате не держать жару. Но в частном доме это проще. И проще. Все. На врачей не трачу. На бритье не трачу. Все остальное на десятки раз заштопанное, перештопанное. Это даже, говорит, вчера он смотрел, доски взял. Надо просто показать, что кто-то подарил носки. Вот я их носил и зашиваю где-то. Сейчас посмотрел. Вот оно где. Все на десятки дыр. То ли можно зашить, то ли нет. Сижу их, штопаю. А зачем? А затем, что нужно научить жить в бедности. Я каждый день прошу, Господи, научи нас жить в бедности. Имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным. Я ни в чем не имею нужды абсолютно. Если бы сказали, ну дадим тебе сейчас 5 миллионов долларов. Ну меньше мне может, так только пройдет мимо меня. 5 миллионов долларов взял бы. А как бы и сратили. Очень просто. Нашему старости Барабашу купил бы новый современный комбайн. Как он мучается, как уборку убирает. Говорится, сердце кровью обливается. А потом, потом дорогу до Потеряевки. Это миллионы стоит. Ну а потом, что учителям зарплату повысил, новую школу построил. Ну и все там. Сколько больные там. На лучшие курорты послал бы их подлечиться. И деньги-то они и кончились бы. Для детей в лагере построил бы настоящее здание. Теплое. Ну все как положено. Но пока тем, что мы имеем, мы довольствуемся. Благодаряще Богу. Вот. Еще. 41 стих. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Толкование. Само тело твое отдай, если кто насильно потащит тебя. И сделай для него более, нежели сколько требует. Толкование закончилось. Вот это вот требует где. Надо реально смотреть. Считаешь, по житиям святых, ну они поступали так, каким казалось правильным. В нашей обстановке по-другому. А нужна ли сигнализация? Нужна собака охрана? Нужна. Но напрасно бодрствует страж. Вот это я знаю. Поэтому молимся, чтобы посторонний не зашел даже в ограду. Где мы находимся? Все у нас открыто. Вот в деревне даже палочку к двери не хотят поставить. Все открыто. Уехал, дверь открылась, ветром качает, а уехал на несколько дней. Все в доме открыто. И Бог хранит. Где много рук, вешает замок. Это неправильно, что все открыто. Надо во всем поступать благоразумно. Смотреть. Знание тут не поможет. Должна быть мудрость. И в каждом конкретном случае, как поступать. Это означает, нигде не раскладывай, чтобы легко не взял там ребенок посторонний где-то. Чужого в дом не вводи. Писание об этом говорит. Шторки плотно закрывай. Да чтобы тройная была шторка. Отдельно тюлевая и две такие, как светомаскировка была. То есть я научу. Когда же на полшага шагаю, сразу палочку приставил от двери. Человек знает, что дома никого нет. Ну и в любом вопросе так. Я имею опыт, потому что жил очень, очень внимательно. Я жил и присматривался. Прислушивался. Кто что скажет, я смотрю, а хорошее это или не хорошее. Как? Вот сели, едем в вагоне. Молодые люди заходят напротив меня. Вагон общий. Костюм повесили, разумеется. Я говорю, костюм-то зачем повесили? Вы его положите туда, в ящик-то, который под вами-то. А зачем он помнется? Ну помнется-то, это ваш костюм-то. Разгладите потом, а сейчас спать ложитесь. Ну уж, что-то придумал это. Ложаться. Гляжу, что-то ночью шум какой-то. Один проснулся, увидел, костюма ни одного нет. И кто-то сошел к проводнику. Я не знаю. Но ночью сходили. На какой станции? Да откуда я помню, на какой станции? Ничего нету. Ни ботинок, ничего. Босиком ходят. А я что? Я достал свои сапоги нечищенные. Опять обулся. Мятый костюм, который под головой у меня лежит. Ну и что теперь? Вот так. Теряет телефона. Теряет. Ну все, что только можно потерять, люди теряют. А у меня вот, как оно сделано? Вот оно. Вот. Это подарено. У меня нет своего ничего. Вот мобильный телефон. Самый простенький. Я никому, к слову сказать, не звоню. Если кому-то надо, я сигнал дал. То есть я нуждаюсь. Надо позвонить. Нет, значит, отпало. Вот. Гомоносчик. Дальше затянул. Я его в карман. И мало того, здесь еще продерну. За это привязан. А бывает выпады. Выпадывал. Но потерять ни разу не терял. И всегда. И документы также. Ездили мы. Шил для паспорта. Вот. Отдельно. Вот. Подожди-ка. Я-то даже хотел показать. Ну ладно, здесь не видно. Отдельно. И привязано здесь. Затянуто. Пуговичка застегнута. В дороге это шил. Потому что чуть не потерял. То есть везде должна быть мудрость по сохранению. И об этом заботиться не надо. Бог пропитает. Но работать надо очень хорошо. Работать. Я вот строитель. Сорок лет был тысячником. Да, работа грязная. В глине. В саже. Но она хорошо оплачивается. И нужная. Десятки лет уже проходит. Люди все еще помнят. Встречаются. Кивают головой. Дальше. Временно. Временно. Закончили у нас. До главы. Досчитай. Матфея 5 глава 42 стих. Прощающему у тебя дай. И от хотящего занять у тебя не отвращайся. Толкование. Враг ли то, друг ли, или неверный просит притом у тебя денег, или другого по себе, дай ему по твоей возможности. Взаймы же дай не с ростом, но просто заем для пользы ближнего. Ибо его время подзаконно иногда давали взаймы без процентов. Толкование закончилось. Ну, проценты, понятно, что это такое. Сегодня банки эти, везде лезут люди, берут кредиты, ипотеки. У нас в уставе деревенском записано. Не брать. Так он нуждается. Возьми у брата, у ближнего, займи беспроцентно. И постарайся вернуть максимально быстро. Чуть ли не на следующий день. И все. И всегда вот, когда я разговариваю, как бы на два голоса. И вы что, никогда не брали? Никогда не брал и не возьму. Ну, а бывает такая нужда? Нет. Тогда помню, кажется, было 26 рублей. Я учился в техникуме. 26 рублей. Ну, припомните. Кирпич хлеба был тогда 16 копеек. Ну, чтобы на что-то опереться. Никогда не занимал. Как? Нечего. Пойду. Кому-то снег надо скинуть. Кому-то дрова распили. Где-то на вокзал люди уходят. Кому чемодан поднести? Все. И тогда мне уже было понятно. Я совсем какой был-то. 16 лет. Я рано в школу пошел. Закончил. 10 классов. И оторван от родителей. Если я сейчас займу, то с 26 рублей, а 6 это за квартиру у меня уходило. А на остальные надо было прожить. Я за счет отдам, и у меня опять не будет хватать. А один раз я перемог, и теперь пенсия, говорю, стипендия. Она у меня полностью вся в руках. Никогда не занимать. Так у вас минимальный сторож. Но я работал еще на 2-3 работах. Я как-то посмотрел, у меня 32 человека постоянно занимали. Занимали. Деньги. Ну, нужно. Я их знаю. Они возвращают на работе. И были 32. Посмотри, кому ты даешь. А были такие, что не отдавали? Ну, были один раз. Он не отдал. Он не отдал. Больше он знает, что я ему не дам. Ну, не отдал, да не отдал. Но я как, прежде чем дать кому-то, я смотрю, как у него дело идет. Зачем? У меня вот шапка такая. Посмотри, у тебя шапка еще хорошая. Походишь в этой. И все на этом. А если действительно нуждаются, срочная нужда. Попал в аварию, ему нужно что-то купить там машину. Проездом он здесь знакомый. Я ему обязательно должен даже занять. То есть надо мудро поступать везде. И балом обходиться дальше. С 43 по 45 стих. Вы слышали, что сказано. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молите за обижающих вас. И гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего небесного. Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. Толкование. Достиг верха добродетелей. Ибо что выше сего. Но и это не невозможное дело. Моисей и Павел больше себя любили враждовавших против них иудеев. И вообще все святые любили врагов своих. И таким образом получили обетование. Их должно почитать благодетелями. Потому что всякий кто гонит и обижает нас. Уменьшает наше наказание. Которому мы должны подвергнуться за грехи. С другой стороны. И Бог весьма вознаграждил нас за сие. Видишь какое благо доставляет тебе тот. Кто гонит и обижает тебя. Если только ты терпишь. Под дождем и солнцем разумеет благодать Святого Духа и учение. Так как Христос на всех изливает благодать и всех поучает. Кто принимает учение, тот живет во свете. Так как и тот, кто при солнечном свете зажимает свои глаза, остается во тьме. Нужно научить людей правильно болеть. Нужно научить. И нужно приучать к мысли, что это все от Бога. И благодарить за все гонения. Если бы не было этого, я был бы другой. Я куда-то увлекся каким-то бы грехом. Меня вовремя Господь направляет в другое место. Ну и приготовиться к смерти. Не помирать от страха. Это главное. Я когда говорю всем, почему ты болеешь? Как болею? Ну болезнь. А вы что не болеете? Нет, не болею. Я еще ни одной таблетки не съел. Повторяю. Ну у вас ничего не болит. Болит все болит. И колени болят, и руки у меня вывершены. Когда допрашивали, было время такое. У меня уже полвека это болит. Но это естественное старение, как вот деревья стареют и прочее. То есть ты ее не признавай. Не обращай внимания на это. Никакая это не болезнь. Болезнь, когда вот шейка бедра сломанная, человек лежит у него пролежнее. И ухаживать никто не может за ним, никого нет. Вот это болеет. Я не болею. И удивительно, когда я разговариваю, ну и молодые, а их отец мой ровесник, допустим. Или даже моложе. Я говорю, а как он? Так он умер. Умер? А почему он умер? Как почему? Ну и умер все. Ну причина такая. Болел, упал с крыши. Нет, просто умер. Странное дело. До 70 лет не дожил и умер. Лет человеческий 70 лет. При большей крепости 80 лет. У нас одна была кандидатами в медицинских наук. Она утрами бегала. И она говорила, вот я не болею. Ну отчего-то же я умру. Люди исследуют это геронтологи. Как продлить жизнь. Создают идеальные условия мышам, крысам. Но они, конечно, живут. Лучшие крысы. Но вдруг раз погибают. Никаких причин не было. Просто заложенный ресурс кончился. Последний удар сердца. Электричество кто-то выключил. Ну и все. Мясорубка закончилась. Жевательный аппарат не нужен. Да еще. Дальше. 46 стих. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Толкование. Вострепещем. Мы не походим и на мытарей, если ненавидим и любящих нас. Толкование закончилось. Все закончено. Надо любить врагов. А как их любить? Выпросить у Бога это. Позаботиться о них. Пожалеть, что они враждуют напрасно и на суде будет осуждено. И с позиции вечности. Ну он сделал громадный ущерб. Убил сына у меня. Поджег. Дом там меня предал. Впрочем. Но с позиции вечности это никакой роли не играет. Если ты за это благодаришь. Главное благодарение вообще не считая его за врага. Ты за это получишь награду. Вот как все просто. Далее. Матфея 5 глава 47-48 стих. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Толкование. Одних любить, а других ненавидеть есть несовершенство. Совершенство же состоит в том, чтобы любить всех. Небесный Отец любит всех и всех призывает к спасению. Нам должно уподобляться ему. Это почти невозможно. Спрашивает, как? Никак. Чтобы врага любил так же, как Господь не одинаково всех любил. Это слово любить, надо еще понимать, как. Любить, все направлять к конечной цели спасения человека. Вот и все. Кто любит сына, тот наказывает его. Что он его дерет? В этом проявляется любовь. В одном случае не давать ему. Это тоже любовь. Он пьяница подошел, качается, дай мне денег. Я люблю его, не могу ему дать. Дальше у него сердце остановится где-то. Это надо человеку разъяснять, что такое любовь. Вот жена начинает требовать. Жена это главный искуситель. Ева. Она Адама подвела к тому, что потерял рай. И сто миллиардов умерло от этого непослушания. Поэтому не всегда уступай жене. И вообще ей не надо уступать. И чтобы она училась молчать. Вот тут нам пример мусульмане. Пример очень и очень большой. Вот и все. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Вот посмотри, какое у нас число. Сегодня уже 6 часов 26 минут. Вот. 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 Вот вчера у нас на форум Пришло 316 человек Сегодня вот утром Пол седьмого, мы встаем 4.40 Всегда Уже пришло 30 человек, но это мало Да, мало Но в течение недели Никто из них нигде не выступил Почему? 1442 темы Тут разгуляться-то есть где Огромные очень форумы, сайт И никто не спорит, потому что Мы даем то, что необходимо людям Этого достаточно Какие-то роботы я сниму